Аллилуйя, дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Когда вы сделали правильно то, что вы пришли, послушайте, что Слово Божие говорит, кто не со мною, Матфея 12.30, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Иисус всегда собирал, вот почему мы ходим в собрания, нас Иисус продолжает собирать. Это важно, собирать. И вы знаете, что Иисус написано после воскресения своего, написано, что Он снова собрал людей. Он снова собрал людей. Знаете, что это говорит? Это говорит о том, что Бог ценит семью. Бог и есть семья, и Он всю жизнь мечтал, знаете, всю жизнь, всю вечность мечтал о семье, чтобы семья вся была в сборе. Даже если одного человека нету, представляете? Он уже об этом беспокоится. Чтобы мы все собирались вместе. Вот почему важно собираться вместе. Потому что этого хочет Господь. Это так важно, чтобы мы вдохновляли друг друга, поддерживали друг друга. Кто-то говорит, о, в церкви там несовершенство. О, да конечно. Так в семье и ссорятся, и мирятся, и любят. И все происходит. Но это семья. Ты же не можешь закрыться один теперь. Итак, прежде чем я буду проповедовать, я хочу такое сказать маленькое-маленькое слово. Для другого нас дьявол ловит на одной мысли. Это такая ловушка, капкан, капканчик. Что нам чего-то не хватает. И вот знаете, он рисует нам именно то, чего нам не хватает. Для кого-то это не хватает, например, телефона нового. Вот не хватает ему все, он не может. Для другого не хватает там, знаете, жены, для другого здоровья, для другого там машина, для другого что-то еще. И вы знаете, что Адам с Евой находились в Едемском саду, и дьявол сказал им, вам не хватает чего-то. Вот этого дерева вам не хватает. Да все им хватало. Послушайте, слепой человек думает, вот бы мне видеть, я бы смотрел на закаты, на восходы, я бы смотрел на природу, я бы смотрел, я бы смотрел, как я хочу увидеть то, что видят все. И, к сожалению, я слепой, я ничего не вижу, я пропускаю все. А у них столько эмоций. Знаете, что глухой думает в этот момент? Вот бы мне услышать, вот бы слышать, что слышат другие. Знаете, что голодный думает? Догадайтесь. Вот бы мне поесть, вот бы мне вкусно поесть, как они едят. И вот каждый раз нам в чем-то улавливают. Знаете, а я вам скажу, я видел человека зрячего, слышащего, сытого, и все равно недовольного. И все равно что-то ему да не хватает. И знаете, это и есть главная проблема человека, пустота внутри. У тебя все есть, ты наелся, ты все у тебя в порядке, ты здоровый, ты можешь прыгать, ты можешь бегать, ты можешь смотреть хоть сколько, а все равно чувствуешь себя неполноценным. И вы знаете, что? Нам не хватает именно Иисуса Христа, нам не хватает духовных вещей. И это именно и подсказка для нас, что в области духа дыра, проблема. И это дыра размером с Бога. И ее ничто не может заменить. И вот почему дьявол говорит, вот этого достигни и станешь счастливой. Есть люди, которые все это достигли, и все равно несчастные. Почему? Потому что им не хватает духовного. А дьявол говорит, да, тебе духовного не хватает. Займись йогой. Сначала легкой, а потом посмотрим. Я в один поселок приехал на Украине, и там был дедушка, который занимался йогой. Такой сухенький, пожилой, ну такой здоровенький. И вот он йогу там, знаете, они же там разные упражнения делают, такие разные-разные. И вот мне один брат рассказывает верующий. Говорит, мы пришли, а он скрюченный. Он так руки с ногами перекрутил, что не мог раскрутиться, и мы ему помогали. И если бы мы не пришли, представьте, человек скрутился, раскрутиться не может. Поэтому вы много раз подумайте, прежде чем что-то делаете. В йоге дьявол тебя встретит. Скажет, да, 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 это так полезно. И ты просто не знаешь, как это полезно. А через йогу, через потом, знаете, вот эту медитацию, он тебя и поприветствует. Потом ты научишься выходить, гулять, путешествовать, самообладание научишься контролировать, и все, тебя там поприветствуют. Все, что без Иисуса Христа, ловушка. Иисус сказал, кто входит в овечьий двор, перелазит, не входит дверями, а перелазит, то двор и разбойник. Все методики, всякие разные способы. Если это не Иисус, это ловушка. Вы что думаете, дьявол глупый? Он столько всего альтернативы придумал. И там кажется, что там тоже добро. И там тоже польза. Так дьявол, извините меня, он не отравил Еву. Он сказал, покушай. А Иисусу что он сказал? Когда Иисус постился и взалкал на 40-е дни. Покушай. То есть, он предлагает что-то хорошее. Он говорит, именно тебе вот этого сейчас не хватает. Иисус. Он даже Иисусу пытался внушить. Иисус, тебе не хватает хлеба. И у тебя есть возможность совершить из камней и сделать хлебы. Сделай это. А Иисус говорит, нет. Нет. Отец мне ничего не говорил. И я без его ведомо делать не буду. Если бы Иисус повелся бы у дьявола, это было бы то же самое, как Адам с Евой повелись у змея. У того же змея. То же самое. Они все потеряли. Когда они стали его слушаться, а он же пришел как добрый. Как добрый дядя, который хочет помочь, покормить тебя. Он же и Еве тоже ничего плохого не желал. Он ничего плохого не желал. Он мне сказал, съешь. Съешь, дорогая. Съешь. Тебя недооценивают. Съешь. И ты поймешь, что значит быть Богом. Как этого хочется. Как хочется стать Богом иногда. Аминь. Мы люди. Бог сотворил человека. И написано, что Бог сотворил Бога. Бог сотворил человека, но по образу своему и подобию своему. Что это значит? Это значит, что Бог является самосуществующим, независимым ни от чего. Ни от воздуха, ни от газа, ни от нефти, ни от золота, ни от дыхания, ни от еды, ни от чего независим. А все это, что я перечислил, зависит от Бога. Вот мы зависим полностью от Него. Полностью от вещей, таких как сон, еда, вода, воздух, все, любовь. От этого мы зависим. Бог не зависит ни от чего. И Бог сделал человека, чтобы человек ощутил в нем нужду. Ощутил в нем нужду. Вот Ева в саду не ощутила в нем нужду. Она не ощутила. Она сама принимала решение. Вот грех он где кроется. Итак, тема проповеди будет называться «Что вы зовете меня?» Ее можно вот так вот сказать, спокойно, например. «Что вы зовете меня?» А можно сказать «Что вы зовете меня?» С таким, знаете, с эмоциональным посланием. «Вот что ты зовешь меня?» Вот послушайте вот так вот, попробуйте услышать. Можно сказать так «Что вы зовете меня?» Или можно сказать «Да что же вы зовете-то меня?» И давайте мы прочитаем. Луки 6 глава, 46 стих. Мы знаем, что все люди обращаются к Богу. Большинство людей. Знаете, там христиане к Иисусу, к Небесному Отцу обращаются. Там мусульмане к Аллаху обращаются. Там, знаете, буддисты к Будде обращаются. Все как бы ищут Бога, которого потеряли. Которого человек потерял. Он ищет. Ищет. А для чего? Луки 6, 46. Иисус говорит. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю?» Вот об этом сегодня будет тема. «Что вы зовете меня?» Для чего, другими словами? Для чего вы отрываете мое время? Для чего вы дергаете меня за бороду? Для чего? Вот Господь сегодня задает вопрос многим людям. Нам всем. Если ты не собираешься делать то, что Иисус скажет тебе, тогда зачем обращаешься к Нему? Смотрите, мы не приходим к Иисусу чаще всего, когда у нас все нормально, более-менее. Мы приходим тогда, когда у нас проблемы. Это плохое качество, которое живет в человеке. Когда у нас проблема, нужда какая-то, тупик, то мы начинаем обращаться к Богу. «Бог, помоги!» Ты как бы же должен помочь. Ты же Бог, а я такой нуждающийся человек. Так вот смотрите, как Бог помогает. Он тебе говорит, что тебе надо сделать. Что тебе надо сделать? Вот Адаму с Евой, он сказал, что, например, не надо делать. А они сделали все наоборот. Вот когда Бог говорит, не надо это делать. Человек сделает что? Именно это сделает, напротив. Не надо это делать? А, а он подумает, что это надо сделать. А если, например, Бог говорит, сделай вот это, человек говорит, не, я не буду это делать. А Бог говорит, не делай это. Не, я сделаю это. Вот что за природа и откуда она возникла? Природа непослушания. Природа бунта. Просто давайте логически поразмыслим. В отличие от всех богов, которые там существуют в мире, так называемые, есть один живой Бог, Иисус Христос. Он самый лучший. Почему? И в Него только надо верить. Потому что Он нам доказал Свою любовь. Ни в одной религии не сказано, что Бог любит человека. Не сказано. Не сказано ни в одной религии, что Бог для человека что-то сделал. В христианстве сказано, что Он не просто что-то сделал, Он отдал свою жизнь ради тебя, чтобы приобрести тебя, чтобы оплатить все твои долги. Причем Он знал, что многие не поверят в Него. Многие отвергнут и скажут, а мне это и не надо было. Зачем ты умирал? Я тебя что, просил что ли? Я тебя не просил, и зачем ты умирал? И мне теперь это говорят, знаешь, Иисус умер за тебя. А я и не просил, может быть. Иисус все знал. Вот это дерзкое отношение человека к Богу. Он знал это, и все равно Он умирал. Почему? Потому что любил. А любовь, она всегда отдаст все последнее. Она отдаст свою жизнь. Она отдаст свою кровь. Она отдаст все внимание. Все отдаст. Потому что это любовь. Она по-другому не умеет. Так вот, в христианстве самое основное – это сам Бог, сама любовь. Вот если все сужать, вот в христианстве много там всего, знаете. А если все, например, лишнее убрать и оставить только самое основное, то вы столкнетесь с любовью. То есть, по идее, настоящее христианство – это сплошная любовь. Так вот, логически мы поразмыслим. Если Иисус за меня отдал свою жизнь, Он оплатил все мои долги, то есть, мои грехи, которые я нагрешил, которые я никогда не смогу искупить. Это все всегда будет, даже если я сделаю сегодня, завтра, послезавтра я сделаю ужасные грехи, я их никогда не смогу искупить. Их все равно будет искупать Иисус и Его кровь. Он это будет делать. Он будет их оплачивать, мои долги. Итак, если я знаю, что Иисус, Он добрый, и Он меня любит, то я должен понимать, что если Он мне что-то посоветует, так это одно добро. Это как родители, которые любят своих детей, они не могут им посоветовать что-то злое. Там, иди под машину. Иди, 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 увидит, там машина едет. И ребенку говорит, иди, иди, быстрее на дорогу выбегай. Никогда такое родитель не скажет. Родитель, наоборот, скажет, ты куда пошел? Стой, там машина. Или, например, ты куда пошел, раздетый такой, там холодно уже. Он будет беспокоиться обо всем. Родитель любит ребенка. Так вот, Бог является нашим родителем. Он ничего плохого нам не может сказать. Он не может так вот разозлиться, как, например, мы можем разозлиться. И сказать, знаешь, ты меня уже вывел. Я тебя сейчас дьяволу на целый день отдаю, чтобы он тебя хорошенечко отделал. Потому что уже не могу. Ты такой непослушный. Нет, он такого не будет делать. Когда Господь что-то говорит человеку или советует, там всегда есть благословение, всегда есть выход и самое лучшее для человека. Всегда. Что больше всего выводит Бога из себя? Что? Это неверие. Это когда Бог говорит, сделай так, ты будешь успешен, ты будешь благословен, ты будешь счастлив, ты забудешь, что такое нужда. Я говорил сейчас в начале, что дьявол ловит нас на чем-то, что мы в чем-то нуждаемся. Девушек ловит он на том, что у них там вот здесь слишком широко. Понимаете? И все. Она такая несчастная, смотрит на худеньких и завидует. Вот они красивые. А я? А я такая хожу, ношу. Понимаете? А вы знаете, что у стройных, у худых тоже свои комплексы? Такие. Дьявол ее такое наговорит. Ты подумаешь, такая стройная, такая вообще вся закомплексованная. Почему? Потому что дьявол с каждым человеком работает. И вы должны дать ему отпор. Вот почему нужно слушать Слово Божье. Потому что Он вас благословляет. Его Слово оживляет вас. Вы чувствуете, знаете, превосходное чувство полноценности. Вы не чувствуете уже себя каким-то ущемленным. Я езжу на такой машине. Знаете, как один пастор рассказывал? Я ездил на таком, знаете, как в народе говорят, ведре. На такой машине страшной, на такой ржавой. Я ее, когда я приезжал в церковь, я ее за несколько кварталов оставлял и шел пешком. Да какая вообще проблема? Это не проблема. Проблема, это когда у нас Бога нету. Проблема, это когда у человека есть все, и даже улыбка на лице, а внутри такой открываешь, дай-ка посмотрим. Улыбка такая красивая, он такой весь идеальный. Дай посмотрим, занавес откроем, что у него там внутри. А там кошки скребут. У него внутри вообще расстройство. У него дисбаланс, дисгармония. Не может определиться. У него какая-то депрессия. У него вот это все. Тебе Христа не хватает. Тебе не хватает Слова Божьего, которое тебе скажет и освободит тебя. Когда мы призываем Господи, Господи, то мы должны понимать, что Он нас услышит обязательно и скажет в ответ. И не надо себе рисовать молитву монолога. Вот я пришел, я высказал и вылил все свое сердце, все свои печали, все свои грехи рассказал, исповедался ему. А это, знаете, когда человек исповедуется, он же обычно приносит что-то плохое. Я там то сделал или туда посмотрел, или что-то подумал, или что-то, Боже, прости, так стыдно. Знаете, человек изливает. Понимаете, вы не думайте, что вы приходите, как на свалку. Весь мусор отнесли из дома и ушли. И опять пришли на свалку. Весь мусор отнесли на помойку и ушли. послушайте, Бог вас выслушает. Он выслушает вашу исповедь, где и что и когда. И как вы теперь себя чувствуете плохо. Но он вас не отпустит пустым. Он вас хочет наполнить жизнью. Он вас хочет наполнить гелием, как шарик. Надуть вас газом, чтобы вы летели и порхали. Своим присутствием хочет наполнить вас. Вы уже ушли. Он хочет сказать вам слово, которое даст вам направление. Оно даст вам выход в жизни. А многие что делают? Услышали, что надо делать? И все, и отходят. Не хотят это делать. Не хотят это делать. Так вы задумайтесь. Если Бог отдал для вас, за вас, за каждого из нас свою жизнь, заплатил, все бесплатно нам дал по благодати, теперь, когда Он говорит совет в вашу жизнь, Он же может это делать, потому что доказательство никуда никогда не исчезнет. Крест Иисуса Христа будет вечно. Раны от гвоздей на руках и на ногах и на ребрах будут в нем всю вечность. Это не исцелиться у Него раны, они будут и мы будем свидетелями. Когда мы придем на небеса, мы увидим эти раны, мы увидим полностью все, как было, это доказательство, что Он любит нас, его раны от гвоздей. Итак, доказав свою любовь, Он может говорить и советовать в твою жизнь. Знаете, есть люди, суются в нашу жизнь со всякими советами, которые для нас ничего не представляют, ничего не сделали, но говорят нам, что делать. Мы такие сразу, что ты ко мне лезешь, кто такой вообще? Понимаете? Но когда человек нам говорит, который для нас так много сделал, и мы понимаем, что он заинтересован, любит нас, то мы говорим, да, спасибо, что ты уделил мне внимание, спасибо, говори в мою жизнь, я хочу перемен. Когда мы обращаемся к Богу с проблемой, Он всегда приносит решение. И в этот момент Иисус, Он возмущенно говорит, Он не говорит спокойно, не говорит, не представляйте себе Иисуса такого, что Он стоит и просто правильно говорит. У Него эмоциональность очень сильная, послушайте, Иисус очень эмоционален, и здесь Он говорит, может даже со слезами говорит, что вы зовете меня, Господи, 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 полмира зовет. Когда я говорю, что делать, вы говорите, не, это не Господь. В одном ролике видел, группа верующих собралась, они такие начали молиться, Господь, Господь, о, проговори нам Сво Слово, о, Господь, проговори нам Сво Слово, мы так хотим слышать Тебя, мы хотим перемен. И вдруг такой голос, и Господь реально начинает говорить. Такие, знаете, какие-то серьезные вещи. Люди такие между собой переглянулись. Не, наверное, это был дьявол. Понимаете? Когда Бог что-то говорит, сразу, знаете, если Иисус идет по воде, нет, это дьявол. Если Иисус ночью идет по воде, этого не может быть. Бог такого не делает, это делает только дьявол. Потому что только дьявол ходит по ночам по воде. Да Иисус ходит по морю, показывая тебе, что ты должен делать. Когда Иисус не хочет тебе показать что-то, Он скрывает это. А когда Он тебе показывает, значит, это бери пример и делай. Итак, Иисус говорит, что вы зовете Меня, но не делайте то, что я говорю. Каждому из нас, знаете, особенно верующие, которые заостряли, они заостряли, есть заострявшие верующие, с пробуксовками. Вот они начали верить, они вышли из Египта. У них столько эмоций положительных было, радости было, все, они не видели проблем, они были с Иисусом наполнены. Прошло несколько лет, и теперь у них как-то все это куда-то делось, все это как будто было в детстве, так давно, все эти радостные эмоции, вот эта хвала, аллилуйя, знаете, все братья-сестры, всех хочется обнимать. Знаете, человек каким-то стал таким уже тусклым, таким печальным каким-то, каким-то таким, знаете, уже постарел, знаете, духовно, каким-то ленивым стал, апатичным стал, прошло у него, знаете, вот это вот такое сияние, знаете, молодости, энергии, хвалы Богу, и они такие начинают говорить, что-то в церкви так мрачно, что-то так везде так плохо, ой, я пойду лучше туда, я пойду лучше туда, я пойду, знаете, и многие даже говорят, как бы, что, ну вот почему так происходит, так вот, знаете, вот эта первая любовь, она только в начале, почему, 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 я вам скажу, почему, вам Господь сказал что-то делать, и вы это не послушали, приходя к Иисусу, написано, что лучше тебе не обещать Богу, не давать обета, нежели пообещать и не исполнить, не надо вот этих вот хозяев, знаете, хозяев слов, я хозяин слова, хочу, даю, хочу, забираю, это не прокатит, лучше тебя обдумать, если ты бы обещал, тебе нужно исполнить, если ты приходишь к Богу в молитве, будь готов к переменам, только это не плохие перемены, у тебя будет стресс теперь, Боже, ты мой, все, я точно знаю, что мне Бог скажет, не знаю, что Он тебе скажет, если бы этот юноша знал, что Бог ему скажет, Он бы не пошел к нему, не пошел бы, дело в том, ты думаешь, Бог вот такой-то, и если я приду к нему, Он мне скажет, выброси все свои деньги, выброси все добро из дома, Он не скажет тебе это, Он тебе это не скажет, хотя, если это ворованное, проклятое, да, Он тебе будет тихонечко сообщать, что это лишнее, это проклятое, выкини это, избавься, но не думайте за Бога, не решайте за Бога, Он приведет вашу жизнь в порядок, так, как вы себе не представляете, только не стойте во весь рост перед Богом, вот так вот никогда не стойте перед Богом, Бог, что ты мне скажешь, я еще подумаю, идите со смирением к Богу, идите с уважением к Богу, Господь, все, что ты мне скажешь, я-то знаю, что ты мне добра только желаешь, и все, что ты мне скажешь, даже если для меня это будет трудно, но зная, что это будет добро, я это сделаю, я это сделаю, я сделаю это, мне достаточно на всю жизнь, мне не надо убеждаться, любит Бог меня не любит, я как только на крест посмотрю, все, это для меня доказательство, что мне он никакого зла не причинит, никогда, если он свою жизнь, не мою жизнь отдал, не жизнь ангела, свою отдал за меня, он меня так любит, никогда не сделает мне зла, если он мне что-то скажет сделать, это будет только добро, и вы знаете, я свидетель этому, все, что мне Бог говорил, и я делал, это потрясающе, я счастлив, я рад, и я также был печален, когда я не делал, я был печален, я не понимал, почему так потом скорбь такая на сердце, потому что ты не доверяешь Богу, человек, который услышал, что делать, и отходит от Бога не делая, он самым, тем самым, он говорит, я тебе Бог не доверяю, я не могу положиться на тебя, а это пощечина Богу, что такое не веря Богу, пощечина, это неуважение, это безобразное отношение к Богу, поэтому Соломон сказал, бойся Господа, уважай его, заповеди его соблюдай, соблюдай, в этом все для человека, он говорил, как человек, который перепробовал все, всю молотилку жизни, и пришел к этому выводу, все-таки слава Богу, что он был неправ во всем, давайте сейчас помолимся.